Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли Так вот, тело физическое, на котором мы сейчас проживаем, это... Это подарок от самого себя, самому себе, да? И это такое действительно счастье иметь физическое тело, любить его и осознавать, что благодаря ему сколько ты можешь узнать, познать, осознать в жизни. Только благодаря ему. А человек стремится, наоборот, выйти из него. Вот там где-то я буду ангелом, я там буду. Вот смотри. А на самом деле вот оно чудо, вот оно чудо. Но смотри, тогда опять-таки возвращаясь, возвращаясь в теме омоложения в теле, здоровья, молодости, физического тела. Если мы осознаем геометрию, если мы осознаем уровни сознания, то мы видим, что есть лишь ограниченный промежуток времени, когда тело можно омолаживать, оно старится, омолаживается, оно старится, омолаживается, оно старится. С этого уровня сознания затереть программы старения невозможно. Но их можно затереть со следующего уровня сознания, переосознав и зайдя с подсознания. Потому что изнутри к ним доступа нет. Закрыто, как инкарнационный цикл. Его можно открыть только с обратной стороны заход. И тогда... Но у этого сознания, нашего более высокого порядка сознания, у него же продолжительность жизни другая. И тогда мы можем играться с молодостью. Очень круто. Смотри, у него продолжительность жизни больше только лишь, опять-таки, когда его тело осознает. Когда мы в физическом теле его осознаем. А почему больше становится? Потому что мы осознаем более высокий уровень сознания. И уже болезни, микробы, эти бактерии разные, они уже отходят на другой уровень. И они не влияют. Мы перестаем есть себя. Да. Мы перестаем убивать свое тело. И еще. И еще. И мы можем осознанно управлять промежутками времени. Потому что есть периоды, которые для этого уровня сознания являются точкой. А для нас это линия. И когда мы к этому пришли, мы осознаем эти линии. Можно делать точкой. И тогда эту точку можно смещать осознанно, делая отжим информацией. Это невероятно. И это все, опять-таки, когда ты осознаешь этот уровень. Да, да, да. Только с той стороны. Тогда, да, тогда совсем другая игра. Другая игра. Другая игра вообще. Я когда осознаю ее возможность, я понимаю, уху, полетели. Это как с горки. Просто юху и пошел. И это кайф. Но понимаешь, что это другое человечество, в принципе. Конечно, другое. Недавно в руки попался материал про Теслу. И мы в сознании Теслы замечали уже, сколько раз, куда он залез. Он молодец. Он много где побывал. И я осознавала, как же ему было плохо, когда он осознавал, что он не вдвоем и что он мужчина. Да, да, на самом деле. Он осознавал зеркало. Да? И... Он доходил до этого осознания, но не смог туда перейти. Да. Знаешь как? Он... Да, вот в том-то и дело. И застрял в коллективном бессознательном, конкретно застрял. Потому что он был один. Потому что он был один. Коллективное бессознательное его не пропустило, потому что он был видим для него. А, видим, да, видим. А видимостью можно управлять. Можно становиться невидимыми. Оказывается, невидимками можно быть. Как он фазарик просачивался эти два года. А можно становиться видимыми. Осознанно. Осознанно. Невероятно, невероятно, невероятно. Я, кстати, вот эти все вещи взяла в открытом доступе, поописала в последней книге. Сперва думала писать об этом или не писать. Потому что это сумасшедшие вещи. И реально уровень ответственности за то, что это ты вносишь в социум, достаточно высокий. И в то же самое время я осознаю, что эта книга пишется для нас. Для нас, тех, которые вернутся в эту игру, если уйдут из нее раньше времени. И понимаешь, что не надо повторять ошибки Теслы, ошибки Эйнштейна. Надо просто валить на правом. Без варианта. А все остальное сложится. Доверяй своему более высокому сознанию. Ему уже интересно, чтобы ты до него добрался. Ему уже интересно. Потому что оно уже проявлено в теле. Потому что мы уже осознаем сами себя. И опять-таки, когда мы осознаем более высокий уровень сознания и становимся им, то для нас и время становится другим. Мы осознаем другое время. А это уже о долголетии, о омоложении. А самое интересное, что о болезнях действительно уходит просто, ну, действительно исчезает вот этот уровень болезней, бактерии, микробы, когда... Ну, просто исчезает. Он исчезает не потому, что с ним что-то случается, а потому что ты осознаешь себя выше уровнем, через уровень, да? И поэтому ему просто уже нету места. Он уходит на другой план. Он как... В смысле отрывался уже. А что такое болезнь, если посмотреть? Это коллективное, бессознательное для этого уровня сознания. Да. Да. Вот эта болезнь, проявленная в теле, это коллективное бессознательное. Да. Для нашего уровня коллективное бессознательное, вот те массовки, которые идут, да? Да, 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 да. А для следующего уровня коллективное бессознательное, это уже межпланетарные штучки. Вот они, слоеный бутерброд. И это все, вот это коллективное бессознательное, это просто стыковка во времени, это резиновая прокладка, чтобы кран не тек. Это дельточка. Дельточка, да. Дельточка. Дельточка, которая не осознается в силу того, что у двух уровней сознания разное течение времени. Оно даже однонаправленное, но эта дельта создает иллюзию течения в обратную сторону. И поэтому? Для того, чтобы не было, ну, чисто из физики, чтобы система на одной оси не ушла как-то в дисбаланс и не разнесла сама себя. Мы же смотрели с тобой это, да? Да. Иначе система уйдет в разнос. Просто улетает. А так она стабильно крутится в разные стороны, на разных уровнях. И когда смотришь и видишь эти же диски, я специально в книгу вставляла и фотографии, и психику брала на основании фото космических. Там, где фото галактик и так далее. в психике ровно все точно так же. Один в один. И я специально брала эти фотки и накладывала просто где что, где что, где что. Чтобы человек понимал, что этот уровень это такой же, как там. Просто масштаб другой. Можно идти еще в меньший масштаб бактерий. Можно. и будет то же самое. То же самое. Абсолютно то же самое. Знаешь, что я сейчас вот сижу прям и осознаю наши книги. Мне самой будет интересно почитать. У меня спрашивают, дайте почитать там главу на эту там тему. А я не помню, в какой я это писала. Я же пишу в потоке и так и идет. Просто разделяешь на книги под название и все. Чтобы в руке было удобно держать. Возможно, когда-нибудь это будет одна такая. Коран, совмещенный с Библией. Но на самом деле... Наши книги, они пишутся именно в потоке. Многие даже... Некоторые из них вообще, по-моему, писались именно сразу, вот непосредственно, да? В процессе работы. В процессе работы. Я в процессе работы специально вставляла это, наверное, во второй книжке. Я вставляла куски для чего? Для того, чтобы тех, кто тренируется, да, тех, кто идет этим путем, чтобы у них была возможность осознавать, что из себя представляет тренировка. потому что, если человеку говоришь тренировка, то для одного тренировка это накачивание бицепсов, для другого тренировка это накачивание пресса, для третьего тренировка это занятие сексом, а по факту тренировка, которая у нас при погружениях, она отличается от всех других видов, которые есть. И я специально выдавала вот даже полностью куски нашей работы, для чего? Человек, читая, будет проживать наше озарение, это будет запускать механизм осознавания у человека и будет осознавать, как, откуда выхватывается информация, как информационные потоки соединяются, да, в какой момент. И это будет тренировка. И потом точно так же он может делать сам. Почему, например, просто про чтение книг человеку не даст тех результатов, которые он думает, ой, дождусь, почитаю, все будет. Потому что у него нет своего жизненного опыта. И книга этот опыт не даст. А без жизненного опыта не наступает озарение и осознание. Потому что озарение и осознание наступают на основании жизненного опыта. Это значит, ты это прожил. А если ты это прочитал, то ты стал умный. Но ты ни хрена не прожил. И, соответственно, у тебя озарение и осознавание не наступило. А если не наступило, то ты в расширении сознания не продвинулся. Ты просто сказал, ой, интересно, инфодайм, такая штучка, блин. Надо будет когда-нибудь позаниматься. и сидим и квакаем дальше. Пешка как была? Да. Глупой. Так осталась. Именно поэтому сказки писались, исходя из жизненного опыта. Знания вкладывались с событием. С событием. Смотри. Смотри, как сказки писались. И, заметь, их бабушки давали внукам. Да. Готовя почву для себя. Для себя. Для себя. Потому что вот этот процесс, он неосознанно включал человека. Вот именно, это потом уже, сейчас это все рассеяно, да. А тогда это было жестко. Во-первых, во-первых, человек, не знаю, даже осознавал, не осознавал это, но он, действительно, бабушки и дедушки обучали внук. Меня даже дедушка. Он мне рассказывал разные истории. Он мне много ничего учил. Кстати. Вот. И поэтому, ну, как бы, потому что знали, что они придут, знали, не знали, неважно, что они придут, вот это будут их либо родители, либо бабушки, дедушки. То есть знали, что это возвращение к самому себе. И если ты вкладываешь своих внуков, правнуков, то они, то, что ты вкладываешь, то ты получишь в следующей жизни своей. Хотя бы. Да. А сейчас, как это, утрировано совсем по-другому. Роли дедушек и бабушек изменились. Но ты знаешь, вот я, во всяком случае, из того, что вижу в процессе работы с детьми, я вижу, что очень часто дети не нужны своим родителям. Они их рожали не для себя, они их рожали для социума. А единственные люди, которые пытаются позаботиться о них, это дедушки и бабушки. Но дедушки и бабушки вот эти кармические истории завершить за родителей не могут. И возникает тупик, разрыв. И поэтому, пока мы двигались в процессе работы с детьми снутри наружу, мы этот разрыв постоянно чувствовали. И он мешал конкретно. Но стоит развернуть сознание снаружи вовнутрь. Пофиг на бабушек, пофиг на родителей. Ребенок идет на поправку. Да. И задача родителя самому позаботиться о себе и своей жизни. Все. и даже не разносится при этом здоровье родителя. Просто у него будет внутри процесс, который будет заставлять осознаваться, плакать, приводить к внутренним терзаниям и двигаться к себе. То есть включается пропеллер и этот пропеллер не через болезнь. Но при этом последние наши эксперименты показывают, что ребенок быстро набирает обороты и при этом очень сильно трясет родитель. Вплоть до вот игры нету. Игры с ребенком нету больше. Она заканчивается, сворачивается, а другая игра не придумана. Начинаются тряски изнутри. Но только на этих условиях человек будет читать радикальное прощение и беседы с Богом возможно когда-нибудь и наши книги. Но наши не столь просты как беседы с Богом и радикальное прощение. Наши глубокие отлики. Они на озарениях. А видишь вот как раз так к ним человека и будет выносить. Потому что у него уже идет процесс с этой глубины с этого сознания. А сознание того уровня у нас одно. И все и понеслась душа в ране. И все и суть человека хочет тоже чтобы был осознан этот уровень. И человека будет трясти пока он не осознает. и это развитие и это пробуждение богов. Если брать пример аналогичный в жизни то получается вот представь спят сто человек и вот одного разбудили и он начинает пролазить через них так наставая ой извините ой извините ой извините ой извините да и у тех остается либо попробовать заснуть снова либо вылазить за ним. И большинство вылезут. Ну да что посмотреть что он встает куда он идет куда он идет счастливый такой точно а тут понимаешь так ребенок пошел куда он идет счастливый такой я тоже хочу я тоже хочу это другой подход помнишь как мой первый раз вышли на но познали суть человека до увидели суть у человека и потом вышли на уровень сути выше да как мы когда мы вышли мы были удивлены что эта суть не слышит вообще даже считали туповатой да она низ как она мы когда вышли вспомнила как замершая тогда исполняю и замерла и замерла да и при и при этом четком мы видели четко что она слышит команду то есть краткую команду краткую ком она слышит да и она ее исполняет но при этом она казалось бы она выше уровнем до нас она нас не видит а мы ее видим точно так же бактерии нас вида а мы на мы их не пока микроскоп него да 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 пока микроскоп пока микроскоп не сделает время как то что делает коллективно не подстроить лупу да 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 пока не уберет эту прослойку неосознанно до я сознавая микроскоп кстати линзы лопа линзы ней замитесь этот микроскоп но сколько шесть часов изобретать и мы изобрели реальный изобретали еще сюда такую мощи сделали путь такой проложили и сколько он нам дал да а смотри сколько вот с разных сторон невероятных парадоксов было я я помню я тебе говорю а я понимаю что я я говорю 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 но я понимаю что если я буду сейчас я я чувствую это парадоксы которые я говорю но я чувствую что если она на них сейчас обращу внимание то я просто развернул да 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 а потом когда вышли да и когда мы начали рис как только на доске разрисовали все стало понятно и 2 загрузка уже пошла ху-ху так мы с этой стороны загоним с этой с этой синхронизировать блин а больше всего смотри а больше всего как как интересно было когда мы увидели что вот есть же такое в библии откуда появился адам и ева да ну как бы бог сделал их сотворил сразу взрослыми сразу даешь такой вопрос а мы с тобой что увидели на самом деле да просто появился просто появился просто человек появился а по-другому не может быть потому что для того уровня наш вот этот промежуток это . до . вся да и у нас он просто появился и поэтому просто появился на это было это было действительно так и это давало нам геометрия кстати геометрия да вот понимаешь после того как мы геометрию разрисовали до нас дошло куда закладывать информацию и если бы мы не разрисовали и углы не расписали то мы бы не поняли куда закладывать информацию как только все вдруг стала развернулась красота и ты понимаешь она не может не проявиться все то лупишь в точку и мы взяли очень жесткий эксперимент 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 мы взяли самое тяжелое я сейчас даже знаешь зависла я не хочу больше снимать фильмов про аутизм я считаю что 28 фильмов там же крыша я не хочу это больше снимать я не хочу понимаешь как другой уровень сознания открылся если вот на том уровне когда мы начинали хотелось убедить весь мир весь мир обратите внимание мы вот такие вещи делаем мы можем этому научить там и так далее то в какой-то момент до меня дошло что вот чем дальше мы уходили в до меня дошло что люди останавливаются на одном моменте они берут практике простейшее зеркало как и изменился проявился радикальное прощение вот это все элементарно то что еще нельзя назвать инфодайвингом они начинают это делать и они это превращают в игру вместо того чтобы в течение двух трех недель максимум от тренировать и сделать привычку я же не хожу не тренирую двойное восприятие сегодня или тройное восприятие она у меня работает на автомате просто я когда-то эти две недели просто каждый день отработала и потом когда я поняла что все у меня привычка хочу так смотрю хочу так смотрю все она отошло но она во мне есть все и так каждая практика и зеркало то же самое все я не хожу не делаю но я проходя мимо зеркала себе мой привет люблю тебя и пошла все на автомате мне больше не надо ничего и человек не осознавая начинает играть в эту игру он играет в нее годами вот уже без практики до годы вы не лишите меня инфодайвинга я все равно буду делать зеркало то мне ирина дала почитать там какую-то переписку из мобильного телефона я так ржала понимаешь и получается что вот все человек остановился такое ощущение что у человека прорисован периметр загона и как только он подходит к выходу он ведь не дальше не ходи дальше ты зашел за черту дальше может быть страшно больно еще что-то неизведанно да есть ограничение а это вот рамки это рамки прописаны в подсознании человек за рамки выйти не готов а инфодайвинг начинается далеко за этими рамками свящу кусок пройти туда надо самостоятельно чтобы туда прийти потому что до сомнамбулизма ты будешь тренироваться сама инфодайвинг начинается с пара сомнамбулизма и я когда смотрю в какой-то момент я понимаю что это далеко не для всех и дорогу усилит тущие вон видеозаписи иди тренируйся меня никто меня никто за этот вот за нос не вел за ноздри не тянул а морковка передо мной была это интерес познать как устроен этот мир вот это была морковка для осла и она сейчас остается этой же морковкой но сейчас она становится уже морковище морковище потому что она дарит неимоверный кайф вот но я когда на это все смотрю понимаю что я больше не хочу доказывать мы можем мы сделали вот это если вам надо открыли почитали отзывы почитали чаты посмотрели фильмы хотите созвониться с мамами вон в чате с кучей мам висит созвонились поговорили вы будете видеть движение кого-то кого-то вот из того что я видела и которые письма присылают есть те кто вернулся назад но он осознается что он осознает что он вернет он вернулся назад потому что опять-таки где-то был ребенок побит где-то там еще что-то где-то 40 крики скандалы но вы подождите вы взрослые люди у вас был шанс слава богу что вы осознаете что это шанс профукали хотите новый шанс значит начните работать и тогда будет новый шанс потому что нету вариантов что какая-то ошибка не может быть переосознанно и она фатальна нет ошибки человек совершает из них изымает уроки на них он учится это опыт он изъял ошибку следующий опыт будет другой и возможно там со второго с третьего раза ты поймешь что такое любовь к своему ребенку а возможно он будет передан в другую семью и вырастет здоровым без тебя такое тоже может быть кстати нашей практике такое было видишь человек удобнее спать удобнее спать спать когда ты спишь ты тогда перекладываешь ответственность на все что угодно а я сплю я в домике но туда смысл жизни это в том-то и профукал шанс тот такой шанс профукал такой подарок ты пришел сюда ты себе подготовил все пришел сюда в это тело даже эту встречу подготовил все сделал все сделал и не проснулся и потом когда ты в инкарнации выходишь на уровень этого сознания ты себе такую карму сделаешь за чтобы проснулся наверняка со следуя потому что этому сознанию которым на порядок выше ему тоже хочется в это тело но она не может по каким-то ну я так я так как вот по частоту это смысл игры на самом да это суть игры расширение расширение да и поэтому и этому сознанию ему хочется побывать в этом деле а тут этот этот тот кто в этом теле ступой эстафета не может передать причем это все сам ты сам сам себе эстафету передать потому что ты не можешь распрощаться с сознаниями букашек паразитов насекомых и так далее играешься да их делаешь важнее себя их делаешь сильнее себя создаешь их сильнее себя черти там что там еще демоны демоны сейчас интерференты новая разновидность но вот такие откуда вы взяли новая бацилла но понимаешь высос мы это все это мы создаем тот кто не осознает не вот и как детей тоже своих учим да ну учат черти там также учат и они тоже также продолжают это тело эту жизнь провокировать не в ту сторону смотрим а на самом деле смотрят не в ту сторону суть смотрит развернута к затылку да мы же видим это но а суть развернута к затылку почему у людей потому что стресс в детстве родители били родители наказывали родители орали и так далее смотришь вот тебе и кузнечик и как только вот этот стресс испугу ребенка да это видели сразу суть замирает а как только она замерла хоть на секунду выключилась привет сознание новое прилетает сюда помнишь когда мы работали сути моего мужа тоже такой подросток совсем по да то что вот подросток внутри подросток абсолютно абсолютно классный мужчина да но суть внутри вот это вот детская замерзшего ребенка да ну уже подростка и да я понимаю там стрессовая ситуация и так далее но самое прикольное я когда в жизни смотрю вот сегодня реальный случай утром приходит средний сын на кухню сидят сидит семья за столом и он так говорит дима с нами пойдешь на горку кататься папа такой папа дима так смотрит папа я вообще-то в универ еду папа а ну не хочешь ладно без тебя пойдем да я знаю что сейчас там уже суть полностью соответствующие возрасту все но вот этот вот детский стресс он наложил отпечаток он наложил и оставил это детство с одной стороны весело потому что все время вот это детство сопровождает все его жизнь да а с другой стороны я понимаю что это тоже такой элемент который достался именно от родителей да и вот эти стрессы и испуги на самом деле так как надо замечать если с ребенком что-то произошло да на самом деле то что суть там имела стресс и она где-то остановилась была зафиксирована в каком-то возрасте в этом нет ничего ничего страшного когда она в эмбрионе осталась вот это страшно а когда она там возрастом такой уже достаточно взрослые ничего страшного в этом нету это все абсолютно легко доращивать да абсолютно просто есть элемент когда это значит будет где-то момент когда человек не может до сих пор определиться и выполнить те задачи с которыми пришел жизнь и вот когда он начинает взрослеть он резко начинает их выполнять это да и в этом плане то что мы делаем как мы помогаем людям это бесценно потому что реально никто этому и тогда получается нету заболеваний неизлечимых нету вообще ничего да есть вещи которые сложно будут двигаться из физического тела но уже в психике они однозначно будут чистыми на следующую жизнь не останется ничего и не передастся ничего и по генетике не передастся ничего вот это следующий шанс не профукается следующий шанс не профукается вот он переход переход потому что впереди на том уровне нету болезни сейчас скажу впереди на том уровне да мы там уже есть точнее этот уровень уже есть здесь да даже все да он уже в этом теле он осознан а сейчас он будет еще применен к жизни прогнан через опыт через опыт и пошли дальше причем абсолютно осознанно пошли дальше когда я осознаю движение торов движение геометрии дальше уже легко самое сложное это вот этот первый шаг и самое сложное до него додуматься это ребус самый сложный ребус который мы раз разгадывали в своей жизни самый сложный ребус а потом только пазли киска а потом только пазл потому что ты понял принцип действия а понял принцип действия это понял принцип устройства психики надсознание плюс подсознание поздно пойми на потом только смотри что остается но добавлять изобретать да 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 и при этом развиваешься да изобретаешь дальше а движение все равно твой направлено в другую сторону и теперь смотри вот эта программа надсознание плюс подсознание особенно вверх но он би она без низа будет не рабочий надсознание плюс подсознание вверх это вишенка на торсе это тот ферзь и которого ты видела год назад год назад год назад видений который говорил будет вишенка на торте вот она вишенка на торте и получается если есть она то вся остальная система у человека все пирамидка выстроена выстроена и все полностью рабочая система хочешь прийти сюда приходи у тебя есть возможность пройти этим же путем ровно он сейчас работает все двери открыты хочешь проходи да на самом деле то что вот то что мы даем да вот на все все на чем мы с тобой проходили все на все наши погружения все наши курсы то что мы даем на самом деле человеку она же ведь она просто дает по ним суть вообще жизни смотри что она дает она не это же ведь не говорит что человек сразу ему и мы хотим чтобы человек шел вместе с нами там интерес такой имел у него свой интерес но на самом деле наши знания которые мы вложили да вот которые мы достались а сложили они что человеку дают любому причем любому кайф осознавание кайфа жизни саму суть жизни вот саму туй и вишенку на тортике до которую осознав осознав ты просто свою жизнь не фукаешь а живешь счастлив творишь и и живешь по одному единого закона а ведь смотри большинство людей тоже очень успешно переступая порог в 50 лет начинают задуматься зачем они жили и очень многие из них впадают учение в религии в начинают пытаться откупиться от своих грехов за жизнь они начинают думать о будущем и не знаю что будет дальше жизнь вечная или не вечная их носит их носит потому что их суть осознает внутри что задача не выполнен да да что ты остался на том же уровне игры ты не смог подняться дальше иногда даже опустился вот и все вот и все и неважно кем ты был ты был известностью знаменитостью или ты был рабочим на заводе не важно все равно тебя будет изнутри носить потому что у короля и у пешки тела именно эти тела образуют игру и не важно как выглядит твое тело не важно как ты проявлялся в этой жизни не важно какая власть у тебя или деньги были важно то что ты не осознал следующий уровень ты не осознал сути своей и тебе не открылась суть твоей сути игра проигран как я это осознаю блин вообще потому что на следующий уровень во время инкарнации следующая суть не может подключиться это капец и тогда вот человек не понимает откуда у него боль а боль появляется а боль появляется и болезнь появляется потому что у этой сути не смысл сохранять тело да потому что у нее есть смысл заменить тело для того чтобы начать игру заново надо и приходит быстренько старость замены тела шо упал очнулся инфаркт и ты уже в новом теле